здравия воины надо же примитивные лапотные крепостные предусмотрели систему вентиляции для огромного здания рассчитали на коленки без калькуляторов удивительно где вы здесь бы нацарапать что а ну а здесь вот приписали ванной ринальди сзади более-менее плюс минус пара так вот это вот интересно смотри там как сделано внутрь вообще цветочками как красивая воздушная как и бабочками девок это бывает строить себя у нас было то либо он так и было потом отколото было это два мужика тащит окно два фея я впервые вижу мужика тащит психи психи я ну либо есть это я считаю психи и я вот у него какие-то там звенял жужжал она звенит и слушает музыку смотри снова модные сандальки такие вообще модницы уже тогда были модницы причем все складочки классно заглянем под юбку вот смотри вот как это все выпиливали рома 1840 выгод то есть все делал нацарапано и конечно делал все это прекрасно сделал потом взяли и херово на коряк на коряк на коряк на и действительно уникальное действительно уникальное качество где платится прямо на ветру видно что колышется живая нога там каждая родинка прописано потому что все статуи все статуи я как уже показывал они списаны буквально с человека это не просто некая абстрактность от это конкретный человек зале вылитой в камни там буквально каждая деталь каждая прожилка видно и здесь вот такая портография другого слова не наберу годовые кольца на другой стороне и здесь видно что как-то отшлифовали причем не блестящие другая шлифовка видно как нога блестит и что там на этом спеле явно примитивная шлифовка но не наждачка на тоже машины но современная тупая примитивная шлифовка которая отсутствует на другом спеле сзади на который никто не смотрит но там тоже идеально отшлифовали и показали годовые кольца а здесь сделали порнографию просто порнография сама статуя даже после заливки такого блеска не дает там обработали обработали машинным способом отшлифовали блестит все а тут хрен вам сделали сзади а спереди просто сделали порнографию хотя обычно автор подписывает сзади если уже и сделали порнографию могли бы эту порнографию сзади нет им надо было показать им нужно впереди сделать что это действительно привезли якобы откуда-то из италии мне слов нет даже не знаю как это назвать хрень какая-то прекрасное качество мы видим здесь тара не даже годовые кольца годовые кольца мы видим годовые кольца годовые кольца нет но на накорябана гвоздем какой-то верь после официальной истории вот таким вот надписям гвоздем блин ребенок на каком-то не знаю чем на дельфинчике но дельфинчик какой-то странный рыба-змей какой-то юра как ты считаешь ну вот это вот смотри это выточено или залито как мы заливаем современные колонны и опалубкой и все больше и больше связи с того что это все-таки технология сопоставимая сравнимая современной бетонной технологии только это гранит мрамор и ценные породы камни технологии которые нам недоступны сейчас от слова совсем и это явно делали не крепостные как нам втирает официальная история а вот это вообще свидетельство после того что как пластилин мяли мрамор камень мяли как пластилин и соединяли несоединимые разные кристаллы с разной температуры плавления даже это нереально и вот еще о чем что упал или что нет потому что кого вас это срезано смотри этот она не идет дальше а это просто дура стиле милия и и и и и и С нашим ростом самое главное повесить кардину повыше. Да, да, да. Содирать. Вот видит какая устрица, не знаю как сказать, шелф. Ага, вот что-то настоящее, что нагревалось и излучало. Я тебе говорю, это та самая чугунная дрянь, которая нагревалась. Да, которая от высокой частоты нагревалась, а собачка там будет, а почему ее закрыли, казалось бы, да, там пошли в жопу они. А чтобы нельзя было посмотреть, что на верху. Вот именно, потому что это не для дрога. Если вот так вот все останется и будет гореть, весь дым сюда. Вот это все поведет. Весь дым сюда. Да не дым сюда, поведет металл, металл нагревается. И это тоже, хер с ним, дым сюда пойдет весь, а тут картины дорогие. Камень потрескается, он уже во стойке. Камень потрескается, он уже ведет. Это основная огня, что мы видим здесь. Это фриланская огня, не для дерева, но для огня. И это не для дерева. Все огня будет выйти, все металлы будут разрушены и так далее. Они будут разрушены. Если вы начнете огонь с огнем, то он будет разрушен. Таким образом, мы можем увидеть оригинальный огонь. Это устройство было нагревано от атмосферной энергии. Оригинальный огонь. Оригинальный огонь. Оригинальный огонь. Дерево да, или не дерево. Посмотри, по краям изоляторы идут, керамические, синие, зеленые, вообще абсолютно не важно. Цвет статуи, мягко говоря, немножко другой, другой материал, это не бронза. И вот эти резонаторы объемные, квадратно-восьмигранные, они везде, вот по краям прилепили какие-то фигурки, хотя их там не было, а в центр поставили это, хотя если бы делали воедино, мне кажется, как единый ансамбль, то вот центральный резонатор сделали бы выемки для рук хотя бы и для спины. Смотри, его приделали позже. Яблоко, возможно, с тучью, антенна с кристаллами, разнонаправленная, мне кажется, вот этих вот ликов не было, и вот гимнаста, потому что гимнаст, прямо весь центр загораживает центральную такую же излучающую. Емкость, что ли. Вот гимнаст явно из другого материала сделанный. И его там не было, то есть места для крепления нет, он бы, наверное, был сделан воедино. Но вот эти вот все лики, они прилепили, их там не было, не росло. Вот так прилепили вот это вот тело, назовем условно Иисус. И зачем, хороший вопрос. Потому что вот тут явно никаких ликов его нет. Ты трогаешь, наверное, хотя он может трогать. Нет, это не варка. Нонсерексик, мое. Охренеть. Свастика. Смотри. Ахренеть. Ахренеть. Ёлка, ну, бабай. Ахренеть. Ахренеть. Смотри. Как их так не видишь. Братим внимание на него вниз. Сейчас на 20-й. Ну вот не знаю, вот шли, понятно, это типа щит с топориком, а в руке что-то было, что-то в руке было. Хорошо. Нет, нет. Да, положили, я к нему и подошла. Просто нельзя. Ну нельзя. 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 Понятно, да? Поэтому здесь стекло. Все прочитали. Самое интересное, безусловно, это лишнее. Хорошо. Вот, и это молосит. Молосит. Вот это авантюрин. Это молосит. Это разные другие кристаллы. Как их плавили, хрен его знает. Белый это мрамор, но это... Мозаичный стол. Камень, смалька, металл. Как металл плавили в камень? Мозаику еще можно, но это все камень. Это явно камень. Вот белый это мрамор. Вопрос, как, хрен. И надо искать еще другой. Чуть используем. Видишь, остались какие-то металлические. Ага. Для крепления чего-то. А, вот этих самых. Да. Водочка эта металлическая. Водочка тоже непростая, бронзовая. Тонкая работа. Ну а водочка, хер с ним. Камень как сделали. Вот эти, посмотри на зайку. Лебедятки, да. Это вообще фотографическая работа. Да, да. Ну а, убили вода. Умительно. Один уровень покажу. Хотя это всего лишь мое предположение, но экскурсовод сказал, что под этой крышей никакого здания нет, вот там под этим садиком, соответственно, кто-то либо что-то должно землю в этот садик намыть. Всего лишь предположение, что столько намыли туда земли и с тех пор так и не разобрали, но это всего лишь предположение. У меня нет планов этого здания и я не сравнивал, но скорее всего 6 метров первого этажа такой был уровень потопа и Эрмитаж был вот по этот, по второй этаж на 6-8 метров засыпан. Смотри, крюк и звучатель. И крюк много раз завернутый. Чуть красота. Это закреплено, проверим тут. Я только в одном месте видел, я видел, мы же были там, где огорожено это, ты еще показывал, там кентавры. Смотри, для чего это охренеть? Смотри. Смотри. О, кентавр. Смотри. 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 типа надавил весы на свою сторону видишь все запрограммировано звезда вот тут шестиконечная на месяц полумесяц это типа джин наверное а он весы перевешивает на бабу посмотри а это смотри танцуют либо он его победил на это звук он с звуком победил интересно модные сандальти вообще подошву к чулок какая а там урожайся что-то фирма а не знаю сладкий мистер летняя резина значит мистер смотри жидкое пламя вообще смотри защищается ангел типа от чего-то и эти смотрят вверх и пламя жидкое вот как пламя может быть а вот хороший вопрос и они смотрят наверху и защищаются ну грубо говоря что остальное что-то нужно берет кстати типа поэтому наша экскурсия именно по эрмитажу внутри и снаружи заканчивается снаружи такие же великолепные статуи может быть чуть менее изящная работа но технология та же вот конденсаторы атмосферного электричества которые я показывал как по всему миру в старых зданиях наверху там внутри стоят такие круглые шары и в них уже как я показывал как вы в бангладеше в ролике конденсаторы атмосферного электричества непонятная смесь была это явно какое-то функциональное назначение и функциональные статуи вот такие вот я утверждаю что это роботы есть некие воспоминания с машинами внутри стоят тоже не для красоты вот такие вещи они по всему миру они могут быть в виде вас урн вот таких вот штук вообще непонятных тоже объектах объемных полостных конструкций они могут быть замаскированы под статуи но с определенным интервалом они стоят на всех крышах и поскольку они все заземлены я тоже показывал это и многие другие исследователи показывали это один каркас один корпус железный а он имеет какое-то назначение потому что если просто для укрепления то существует много других способов там именно такие же шины которые стоят внутри церквей квадратные определенного сечения и они заземлены во единый конкурс то есть это единая система получения свободной энергии в огромных невероятных количествах ну на сегодня достаточно и до новых встреч и мы пройдемся в здании генштаба я думаю следующий ролик будет о генштабе тоже очень интересно добра спасибо